Такое ощущение, что с появлением текста в электронном варианте, в электронном формате появляется ещё одна дверь, волшебная дверь в сказочное пространство этой песни. Такая, знаете, ещё одна дверь к чудесам зимы, где столько красоты, столько... Так всё живописно. Удивительная песня, которую читаешь текст, а рождается ощущение, что ты рассматриваешь прекрасную картину. Настолько она образная, настолько в ней... Она действительно ощущается, как какое-то такое художественное полотно с грандиозными такими пейзажами, с величественными героями, персонажами. И любуешься этим так, что аж дух захватывает. И такое открытие ещё подарило именно встреча с текстом, что чудеса зимы, вот имя песни, оно и, ну как сказать, в нём всё содержится. И дальнейшая потом песня, вся каждая её строчка, она раскрывает чудо за чудом, раскрывает перед нами грандиозное полотно этого зимнего волшебства, этих преобразований. И знаете, ещё такое было открытие, что вот не случайно именно зима, не случайно это время, когда максимально чисто, максимально всё, не знаю, как в горах. Холодно, чисто, может быть, немножко сурово, но очень так по-настоящему и честно. Именно в это время волшебница зима приносит нам и Новый год, этот объединяющий всех в радости праздник, предчувствия перемен к лучшему, вот в желании снова мечтать, воплощать мечты. И новый век в песне приходит, и новое тысячелетие. И знаете, на душе от встречи этой новой песни рождается вот такой оптимизм и уверенность, что, ну, раз так написано, что Новый век, новое тысячелетие, что вот эта вся красота, всё это величие, вся вот эта высота чувств, она ещё впереди, нам ещё в её целое тысячелетие с ней встречаться. Спасибо.